Дошло там, я не знаю, до 80%, потом всё вылетело. Там играю я, там есть мой никнейм, или там, допустим, какой-нибудь Хонор, Хуавей. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Давно мы с вами не виделись, а если быть точнее, то на протяжении нескольких часов. И лично я считаю, что это повод всё исправить. Ведь сегодня мы в очередной раз говорим про Аризона Мобил, про Аризона РП и вот про всё, про всё прочее. Я уже думаю, знаете ли, запускать такой, наверное, дайджест на моём канале, посвящённый вот именно Аризона Мобил и тому, что вообще с ней происходит. Потому что постоянно происходят какие-то там, знаете, бага-фиксы, там какие-то прочие фиксы. А что-то добавляют, что-то убирают, там просят людей переустановить Аризона Мобил Лаунчер, чтобы всё нормально работало. Я считаю, что вот должен быть человек, который должен всё это освещать. Потому что вот эти вот, знаете, блогеры, вот эти вот ютуберы, вот эти вот все самперы, они один раз что-то сказали, один раз так более-менее что-то осветили и всё. Им уже больше ничего не надо. А людям, люди, они нуждаются в том, чтобы кто-то постоянно напоминал им о том, что вот Аризона Мобил обновилась. Или там, знаете ли, можно скачать новую версию Аризона Мобил или там какие-то прочие вещи произошли. Я считаю, что без меня, ну, это нельзя сделать вообще. Поэтому, скорее всего, если под этим видеороликом мы наберём 100 лайков и 64,25 комментариев, то я думаю, что можно будет нечто подобное запустить для того, чтобы люди, знаете ли, могли узнавать обо всех этих новостях прямо тут. Поставить колокольчик на мой канал, подписаться, ну, это само собой разумеется, и уже узнавать обо всех вот этих вот новостях, связанных с Аризона Мобилом от меня. Поэтому, если это как бы вам нужно, то, разумеется, условия я озвучил немного раньше. Так вот, дело в том, что уже достаточно давно игроки жаловались именно на момент загрузки, вот, знаете ли, всех этих файлов лаунчера Аризона Мобил. Когда у них вроде бы там что-то качается, что-то не качается, дошло там, я не знаю, до 80%, потом всё вылетело. И сейчас Аризона Мобил, Аризона Эрпей, вот, все вот эти вот, знаете ли, прочие люди, связанные со всем этим, они выпускают следующее, говорят, что вот, исправлен вылет при расчёте общего размера загрузки. Ну, видимо, перед тем, как вот всё это загрузить, всё это сделать, вообще вычисляется то, сколько всё это будет весить. И, разумеется, на этом моменте у кого-то, по всей видимости, могли возникать некоторые ошибки, могло всё вылетать, могло всё получаться как-то непонятно вообще как. И, соответственно, по всей видимости, это всё исправили, и вы теперь можете, так знаете, зайти и уже более-менее скачать, если у вас была эта проблема. Если верить группе Мастерская Аризона Мобил, это всё исправили, и вы теперь можете зайти и со спокойной душой попробовать скачать вот все эти, знаете ли, какие-то обновления лаунчера, либо вообще игру скачать, либо попробовать уже всё это закачать и войти. Ну, в общем-то, у вас раздор для прям, знаете, или разбор, или, в общем-то, у вас много вариантов того, что можно вот сделать со всей этой информацией, и вообще попробовать вот не нечто подобное сделать. Также, вроде как вот вместе с этим мне многие писали, что они начинают загрузку вот этого вот всего лаунчера, вот этой вот всей Аризона Мобил и всех-всех-всех вот этих прочих вещей, и тут у них ни с того ни с сего вылетает, и они не понимают, почему вообще так происходит, потому что, видимо, лаунчер Аризона Мобил ничего не пишет, из-за чего это, и, скорее всего, вполне возможно, я не могу это отрицать, у вас вот всё это было из-за того, что недостаточно места на вашем телефоне с 8 гигабайтами вот этой вот всей постоянной памяти. Хотя, может быть, проблема была и в другом, но если в этом, то теперь вам, по всей видимости, напишут, что у вас недостаточно памяти, и вы сможете там что-то удалить, возможно, какие-нибудь фоточки с семейных праздников, возможно, какие-нибудь фоточки с прочих праздников, возможно, с пляжа, возможно, с ещё каких-то вещей, вы всё это сможете удалить, либо там какой-нибудь, я не знаю, Clash Royale, или во что там играет молодёжь, Бравл Старс удалить, и теперь, в общем-то, ну, как-то со всем этим более подробно ознакомиться, и уже, ну, начать игру на Аризона РП Мобил, а было бы ещё лучше, если бы вы её начали на сервере Феникс, потому что там играю я, там есть мой никнейм, там есть мой промокод NoToxic54, но это не важно, я думаю, что вы и так все всё это прекрасно знали, и вообще всё было, ну, вроде как, нормально. Также у некоторых людей был вылет на некоторых версиях андроида, допустим, у вас там шестая версия андроида, или вообще пятая, или там, возможно, кто-то такой доисторический, что сидит с четвёртой версии андроида на каком-нибудь, ну, я даже не знаю, там, Fly, ZTE, или что, какие там ещё есть телефоны вот с такой доисторической версией андроида, может быть, какие-нибудь модели Асуса. Вот если у вас была там какая-то старая версия андроида, и вообще непонятно, ну, какая версия, и вы начинали загрузку Аризона Мобил, у вас всё это вылетало, вы не понимали, почему, может быть, это там связано с моей постоянной памятью, может быть, её не хватает, или там ещё какие-то вещи, которые я ранее озвучил. Но теперь вам, видимо, это также напишется, что у вас, допустим, там, ну, не хватает каких-то определённых версий андроида, или вроде того, ну, в общем-то, как-то так вы уже будете более-менее понимать, что вам нужно обновить, что вам нужно проапгрейдить, какой телефон вам нужно купить, может быть, какую-нибудь, там, я знаю, новую Ксиому, или там, допустим, какой-нибудь Honor, Huawei. В общем-то, остальные бренды мне за рекламу не платили, я их тут перечислять, разумеется, не буду. За рекламу заплатила только Аризона РП, ну, ещё Ксиома, как бы, вот, что-то из этого списка было, да. В общем-то, там ещё есть некоторые, вот, вещи, которые лично мне особо непонятны, я вам их расшифровать не могу, то есть, удоработан, модифицирован метод логирования. Логирование, лавирование, вот, каких-то прочих вещей, лично мне непонятно, что это такое, да я думаю, вам это тоже непонятно, просто греет душу, что это всё исправили, даже если, возможно, у меня такой ошибки не было, я захожу, я играю, я начинаю игру, и вообще у меня, как бы, всё замечательно, всё отлично, и всё круто. Также, если вы, мало ли, хотите узнать какую-то дополнительную информацию насчёт Аризона Мобил, или каких-то прочих вещей, или насчёт меня, там, нападений на меня, избиений, возможно, меня, если такое будет в будущем, после каких-нибудь новых самп-обзоров, то, разумеется, вы можете перейти в мой Телеграм-канал, там вот вся эта информация располагается, там она, как бы, лежит, и там она, в общем-то, находится вместе с какой-то другой информацией, которая также немаловажна для всех нас. А я хочу вам напомнить, что 100 лайков под этим видеороликом и 64,23 комментарии, и, в общем-то, такие Аризон Мобил Дайджесты будут выходить чаще, в большем количестве, и вообще, каждый день в 20.00, чтобы всё было круто и замечательно. Всем спасибо, хотя за что, увидимся тут же завтра в 20.00, в общем-то, да. Субтитры сделал DimaTorzok